В решении любых даже самых острых вопросов, связанных с градостроительством, ремонтом дорог, здравоохранением, социальной сферой, активное участие всегда принимают волонтеры. В Твери накануне подвели итоги конкурса добровольческих социальных проектов «Лидеры изменений». Участие в нем приняли жители Тверской области, а также коммерческие и некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Работы принимались в нескольких номинациях. На вручение наград побывала и наш корреспондент. В последние годы волонтерское движение в Тверской области стремительно развивается. Все больше людей присоединяются в ряды добровольцев. И это не только студенты, которые набираются опыта, но и профессионалы, отдающие свои силы совершенно чужим людям. Так, в номинации по оказанию поддержки несовершеннолетних в кризисной или трудной жизненной ситуации победу одержал проект «Помощь детям», который разделен на две части. Первое – проведение спортивных мероприятий с ребятами. Мы с моими коллегами каждый год ездим в Кеморский детский дом и с ребятами участвуем в совместных спортивных активностях. Если очень хорошая погода, то у нас лыжный биатлон с ребятками. То есть две команды набираются, миксуются взрослые и дети. И, соответственно, несколько кругов мы проезжаем на лыжах и стреляем по мишеням. Соответственно, та команда, которая победила, заняла первое место. А вторая активность – это когда воспитанники этих школ-интернатов, детских домов приезжают к нам на предприятие, и мы проводим для них профориентационные туры. То есть мы показываем, чем можно заниматься после окончания, на кого надо учиться, что надо делать для того, чтобы, выйдя из школы-интерната, из детского дома, не потеряться в этой жизни. Еще один проект, одержавший победу – патриотическое воспитание детей-сирот. Им планируется рассказывать историю России с включением музыкальной и театральной части. Сюда же мы приглашаем и хореографические коллективы. То есть это такой общекультурный проект, который направлен именно на патриотическое воспитание молодого поколения. Во время мероприятия была организована благотворительная акция по сбору игрушек. Награда для маленьких храбрецов. Подаренные игрушки передадут в детские больницы. Также еще прошла акция «Ангел добра». Мастер-класс по изготовлению ангелочков, которые также будут переданы детям в социальные приюты. И кто научится, они также дойдут до аудитории детской и с ними тоже проведут такие мастер-классы. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, волонтерское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы. Реализация полезных дел, воспитание неравнодушного и ответственного подрастающего поколения.